Простите, что задержалась. Пробки и работаем над самодисциплиной, но по-всякому получается. Я сегодня была в прекрасном месте. Место одной из самых моих любимых в Киеве. Это место называется Киево-Печерская Лавра. Вообще невозможно без духовности шагу ступить. Нельзя жить без Бога. Сегодня у меня был прекрасный момент, которого я ждала недельки три. Мы отслужили благодарственной молебе. Значит, это такое предисловие вступления к моему мастер-классу. Когда мы познакомились, опять же, не случайно, по Божьей воле, с Мариной, Марина проработала мне, просчитала полностью по моему дню рождения и рассказала мне мое предназначение в жизни, значит, черты моего характера, мои минусы-плюсы. И мы потихонечку начали трансформировать. Что вы думаете? На третий день после того, как я прослушивала эти исцеляющие медитации, мне помог добрый ангел и просто одним мгновением закрыл кредит по квартире. Я хочу сказать, что это реально чудо. И если ты живешь с Богом, не бывает каких-то ограничений. Все, что ты просишь, будет ровно тогда, когда он знает, когда. Для меня это был шок, правда. Я вообще не ожидала. Марина была в Египте, я пишу ей в сердцах смс, что Марина, ты можешь себе представить, вот такой добрый ангел. Как бы ситуация такая непростая сейчас. И Марина говорит, да, я в шоке. Ну, еще снились всякие разные сны, но это все, как скажем, уже такие личные моменты. Но могу сказать, что если не развиваться, значит, мы деградируем. Наташечка, можно я добавлю, что это свидетельствует о том, что человек глубинно принял информацию о самой себе. Вы же понимаете, что мы говорили о минусах, прежде всего, на консультациях, как зона роста. Что нужно в себе изменить, чтобы поменялась реальность. И то есть Наташа настолько открытая была и готовая к работе духовной над собой, представляете, насколько быстро пошли трансформации. Я говорю, у меня аж мурашки. То есть настолько человек глубинно принял информацию о том, что я готова. Я буду делать, я буду слушать, я буду молиться. Я буду все делать для того, чтобы стать лучше. Это о тебе низкий вопрос. Я с ним даю. Если на самом деле на твой статус, новый уровень, идешь по этому и развиваешься. Дорогие мои и милые друзья. Я бы сказала, некоторые сестры, братья во Христе, кто-то просто друзья. Я хочу всех вас поблагодарить, начать с благодарности, потому что благодарность творит чудеса. Я это знаю по себе. Я хочу поблагодарить за то, что вы пришли сюда и готовы выслушать все то, о чем я вам поведаю. Я родом из города Хмельницкого. Кстати, есть кто-то из Подолья, из Хмельницкого? Нету, да? А те, кто не из Хмельницкого, тут есть? Все, я поняла. Хорошо, а есть те, кто приехал из других стран? Все украинцы? Украинцы? Доброе. Дуже рада. Значит, мой тренинг называется «Я знаю, как исполнять мечты». Это название, в принципе, мне тоже помогло откорректировать Мариша. В принципе, я долго не упиралась, потому что это классно. Это все очень совпадает с моим внутренним состоянием. И все песни, которые я подбираю в репертуар, это песни, которые обязательно что-то несут положительное. Нет случайных песен вообще в моем репертуаре с определенного периода. Значит, я хочу рассказать коротко, бегом, о себе. Я 29 лет пою и не собираюсь останавливаться. Я сколько себя помню пою. Мама сказала, я родилась уже кричалкой. То есть, если брат сидел в понежнике и тряпочками там игрался, тихо сидел. То есть, я постоянно уакала. То есть, развивала легкие, я так понимаю, для эволики сделала. Мама говорит, не могла даже выйти в соседнюю комнату. Могу сказать то, что все те моменты, которые я сейчас перечислю, это здорово, но это не результат только моей работы. Это результат большой команды и, опять же, Божьей воли, его проявлений. Значит, я являюсь общественным деятелем. У меня есть свой... Девчоночки, приветствую вас. Здравствуйте. Есть свой собственный благотворительный фонд, который уже действует более 7 лет. Также я есть сценарист, режиссер. Сняла уже три клипа себе сама. И, в принципе, хочу и в этом направлении тоже развиваться, потому что, ну, это интересно. Это магия, и развиваться надо в разных направлениях, не только в музыкальном. Что еще? Я ведущая торжеств. Буквально в июле месяце я буду ведущей на Славянском базаре международном конкурсе. Знаете, такой. Я вела недавно на Эллу Вик, тоже на такой портал, который более, там, по-моему, полутора миллионов подписчиков начисляет. Дальше. Что еще интересненького? Ой, вот этот год у меня очень интересный. Я получила образование на тренинге бизнес-тренеров у лучшего тренера Исхака Пентасевича. Для меня этот человек тоже как вымоленный, потому что я в определенный период почувствовала, что я, знаете, как вот по ощущениям, как будто я нахожусь в какой-то комнате без окон, без дверей забурована. Да, вот комната, которую вот показывают иногда в кино, музыкальная шкатулка называется. Да, я почувствовала, что я просто стою на месте и нет выхода. Я говорю, Боженька, пожалуйста, пошли мне человека верующего. Такой посыл был конкретный, я знала, чего я хочу. Верующего, который направит мои стопы в нужное направление. Вы, поможет мне выйти из этого состояния эмоционального такого, непростого. Было даже так, что я просто своим, возможно, незнанием многих вещей довела себя до состояния предсмертного, когда, ну я не буду говорить как бы свои диагнозы и так далее, просто я лежала на больничной койке под капельницами и поняла, что я одна. Я никому больна и не нужна. То есть человек, который несет радость людям, не может быть в таком состоянии. Я поняла, что-то надо менять и кардинально. И начала спрашивать себя, то есть это очень важно, инсайт вот этот вот. Что делать, как быть? И пока ты не задашь этот вопрос, ты не получишь ответ. То есть прежде всего надо было, оказывается, выключить все посторонние шумы, эго, навязанные все соцпрограммы и просто услышать, что я хочу. И вот благодаря этому, тому, что я задала этот вопрос, что делать, как быть, Господь послал мне Исхака Пентасевича. Я пошла на путь бабочки. Совпало так, что у меня эта дата была свободна. Ну, раньше у меня такого не было, но, в общем, ситуация в стране освободила график многих людей. И артистов в том числе. Ну, для лучшего. Почему? Значит, после этого я вот буквально в мае прошла этот тренинг бизнес-тренеров. Очень хочу делиться своими знаниями. Они у меня есть, есть от разных людей. Мало кто знает, что в 2009 году я победила у прекрасной женщины, которую зовут Алла Борисовна Пугачева. Это женщина-феномен, на мой взгляд. Кто с ней лично познакомится и будет рядышком находиться, поймет, что то, что пишут газеты, и то, что она изначает, это энергия. Это абсолютно разные вещи. То есть мы создаем себе образ. И это колоссальный человек, просто потрясающий. Когда я победила у нее, она мне дала 10 тысяч долларов и золотую звезду. Не ожидала ни я, ни команда, никто. То есть мы просто, это было здорово. И она оказала мне поддержку. И поддержку в виде того, что она меня пригласила и на рождественские встречи, которые она восстановила, да, вот в Киеве провела. И на фестиваль такой глобальный, Крым Music Fest, который был в Крыму. И приглашала меня на презентацию ее радиостанции в Ростов-на-Дону, в Самару. И много других дала ротацию на ее радио-Аула. Сетка огромная была. Вот, и многие советы дала. А ведь это ценнее всего. Вот, поэтому я благодарна себе. Но дело в том, что она бы меня не заметила, если бы не одна песня. Я вообще хотела, мой тренинг назвать «Желание сбудутся». Песня «Желание сбудутся», которую мы включили вначале, она имеет однозначно какой-то волшебный эффект. Опять же, эта песня появилась после того, как я прочитала книгу Натальи Правдиной. И не одну. Может, кто-то знает, это мастер фен-шуй. И многие воспринимают вообще это учение, натур философии, как какая-то сказка, ну, какая-то нереальность вообще, ерунда какая-то. Опять же, я осознанно приняла совершенно по-другому все, что написано. Она написала, что вот просто не сомневайтесь, а сделайте. Я начала шаг за шагом выполнять то, что она... Но это работа колоссальная. Потому что фен-шуй — это никогда не отдых. Это постоянно что-то надо менять, что-то... Чашка побилась, выбросить. Там еще какие-то много-много нюансов, перестановки и так далее. Вот. Поэтому появилась песня «Желание сбудутся» для того, чтобы они сбывались. И когда я исполняю эту песню в концерте, я призываю людей, чтобы они обязательно загадывали свои желания. Возможно, они есть и у вас главная цель. Об этом мы сегодня и будем говорить. Вокруг этого все будет вертеться, крутиться. Значит, скажите мне, пожалуйста, есть ли такие, кто первый раз вообще на тренинге сегодня? Раз, два, три, четыре, пять. Все, пять человек, все остальные просветленные, как говорит Марина. Я поняла, очень приятно, что вы тоже вступили на дорогу развития. Это, наверное, самая лучшая дорога. И никогда с нее не сворачиваются. Это мое пожелание вам. Ну и остальные, кто уже просветленные, давайте все друг другу поаплодируем. Потому что вы большим молодцы. Так, ну что, скажите, пожалуйста, вы сегодня переносили все мысли, которые у вас крутятся в голове на бумагу. Не писали? Нет? Не разгружали голову? Как так? Давайте сейчас прям это сделаем. У вас у всех есть бумажки, куда это сделать? И чем? Ручки, блокноты, пожалуйста, доставайте. Будем работать. Переходим к самому главному. Будем увеличивать вашу эффективность на 25%. Поверьте. Когда у вас есть ощущение, что такая какая-то гиперактивность. То есть ты не знаешь уже, с чего начать. Вот основной как бы признак, это я не знаю, с чего начать. То есть столько дел в голове. Господи, что первое, что второе. Это явный признак того, что идет перегруз. Поэтому сейчас все, что вас заботит, тревожит. Семья, здоровье, дети, близкие, знакомые, ваши цели. Все эти мысли переносим. Музыку подготовьте какую-то веселую такую, да? В течение пяти минут. Я вам даю пять минут на то, чтобы прям все-все-все, что вас беспокоит, вы перенесли на ваши блокноты. 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 Так, пять минут. Блокноты. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ручку. 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 Есть. Видите, как? Вы поняли, да, значит? Хорошо. Хорошо. Ручка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Значит, смотрите